Вся команда пресс-клуба, и я, конечно, тоже вышли по помилованию. Это помилование в результате прекращения уголовного дела по статье 88-1 Прим. Я сомневалась, но потом я его приняла. Во-первых, потому что я не одна, со мной была команда. Людям надо жить, а не сидеть в тюрьме. Во-вторых, потому что нам не пришлось, не нужно было оговаривать для этого кого-то. Если бы нужно было кого-то оговаривать, то этого бы не произошло. Мы беседели. Мы говорили только сами себя, мы приняли решение, что нам все равно. Мы это сделаем. Мы приняли решение, что вы... Я приняла решение, давайте будем говорить, что это решение приняла я, и потом разговаривала с ребятами, просила ребят, чтобы они приняли мое решение. Никаким образом это не связано с инициативой Воскресенского, насколько я это понимаю. Нам действительно пришли всем заключенным нашей камеры, которые сидят по политике, у нас же нет известных политических заключенных, но тем не менее все, кто сидят по политическим причинам, все они получили письма от Воскресенского с предложением написать ему письмо, что мы хотели бы через него получить амнистию. И знаешь, к камеру ему не ответил никто, и мы в том числе, и это было всего за две недели до большого разговора. Такие дела не делаются так быстро, хотя, может быть, и не будут сделаны, этого я не знаю. Но наше помилование к этой инициативе не имеет отношения. К нам пришли с предложением написать, просить помилования. Это было давно, это было в начале лета. Мы много в камере разговаривали об этом, и у нас есть люди, которые никогда не подпишут помилование. Это их позиции. И они имеют на это право, так же, как мы имеем право на нашу позицию. Я поняла, что будут освобождать, когда ко мне пришел прокурор. Пришел прокурор с сообщением о прекращении уголовного дела. Это было до обеда, может быть, в 11 часов. Тогда я уже поверила в какое-то реальность происходящего. У меня было время собрать вещи. Ну и где-то после обеда нас отвели на так называемые отстойники. Это в самом низу тюрьмы, есть такие камеры, перевалочные, скажем так, у которых очень сильно пахнет туалетом и хлоркой. Я сидела и переживала, что я сейчас вся пропахну, выйду, а я вся пахучая. Это было мое самое большое переживание в тот момент. Это длилось еще где-то часа три. То есть довольно долго. День задержания, конечно, все бы знали, что такое может произойти, и даже морально готовились, но это то, к чему никогда нельзя быть готовым. И когда это происходит, ты до последнего не веришь в то, что это происходит всерьез. Может быть, если бы это происходило позже, в марте, апреле, я бы быстрее поверила. Но в декабре я не была готова в это поверить быстро. Мне все время казалось, что это какое-то недоразумение, что скоро все рассосется. Ну и тогда можно будет принять какие-то меры безопасности. Это такая очень большая слабость. Это то, что делает нас слабыми в такие моменты. Потому что, понимая это, там работают хорошие психологи, они этим манипулируют, то обещая выпустить. Если ты расскажешь что-то и то, то орут, говорят, что посадят на нары под бомжиху, которая будет на тебя. То есть все это применяется туда-сюда. Первый допрос длился 36 часов. Чтобы вы понимали, это без сна. Когда я уже беседула, я просто попросила разрешить мне. Сказала, что я ни слова больше не могу говорить, я просто нет сил. И я поспала час на столе при включенном свете, положив голову на руки на стол. В конце этого допроса, перед тем, как нас ввели на Кристина, я узнала, что мне тогда предъявили постановление о задержании или о применении меры пресечения как арест. Я уже, честно говоря, не помню, какое именно было постановление. И там уже был мой сын. И я поняла, что задержали большую часть команды, и моего сына в том числе. Очень долго я не понимала, за что. То есть версии же могли быть самые разные, и вопросы были тоже самые разные. Понять вообще, за что нас задерживают, было первые 36 часов. Невозможно. В конце, когда я увидела вот это постановление, увидела, что там звучат налоги, мне стало смешно, мне показалось, что это все детский сад, и что сейчас мы все быстренько с этим справимся, потому что ни одного договора аренды у нас не было. Мы известные организаторы мероприятия, и я думала, что мы очень быстро и легко. Ага. Практически все новости мы получали только через Баларусское телевидение. Вот. Я очень много узнала за это время о белорусском телевидении. Это не просто, к сожалению, непрофессиональное телевидение, но это открытый язык вражды сегодня. Это неприкрытый, откровенный язык вражды. И это, конечно, очень больно было все слышать. Иногда мы могли догадываться о новостях, потому что в авторских программах достаточно часто они обсуждали новости, не называя их. Это тоже одна такая примета, что-то обсуждать, не говоря, что обсуждают. Но, в принципе, конечно, имея наш навык работы с информацией, где-то вот что-то словить, выловить было легче. Еще одним источником нашей информации это были люди, которые к нам прибывали. Состав камеры постоянно менялся. Не потому, что люди выходили на свободу. За все время, сколько я была, на свободу вышла только одна, Таня Гацура. Когда у нее стекли 10 суток, у нее четверо детей, и я так понимаю, что она поэтому вышла. И то, когда Таня уходила, мы не понимали, переводят ее в другую камеру или выпускают. Мы ей надавали апельсинов, яблок. Мы думали, что ее переводят в другую камеру. Я очень рада была. Это был единственный случай, когда у нас вышел человек на свободу. Когда я только приехала, у меня очень дико были разговоры, я слышала, девочки обсуждали, как они поедут в колонию в Гомель. Они готовились, они списки какие-то там, друг другу пересылали, что можно, что нельзя. Можно только черное, все черное, все без капюшонов, байки черные, кеды черные, майки черные, все должно быть черное. И даже на носках не может быть полосочки и пятнышка. Они тоже должны быть черные. Мне было это очень тико слушать. Я слушала и думала, боже мой, ну почему они об этом думают? Этого не может быть. Все произойдет раньше, чем придет это время. Но пришло время, и эти девочки поехали на Гоме. Это студенты. Они пока еще не в колонии, но они в Гомельском СИЗО на апелляции. Это Антонина Коновалова, которая шла по делу армии с народом. Она, по-моему, тоже еще в СИЗО в Гомельском чего-то ждет. Ну вот еще пару дней, и они будут уже в Гомельской колонии. И очень много людей уже уехало в Гомельскую колонию. И оказалось, что я по-прежнему в розовых очках. Было один раз тоже такое чудо, когда в жару были открыты кормушки. Ну, кормушки, понимаете, эти окошки, через которые попадаются. Было послеобеденное время. И вдруг я услышала голос, тишина стояла на удивление. И вдруг я слышу голос. Передайте Юлию Слуцкой привет от сына. И я быстренько подбегаю к кормушке, а там стоит Петя. Ну, его вели на кабинеты. И, видимо, вели еще девочек, и поэтому его оставили ждать. Вся наша камера прямо на выходе была из продвона. Вот я присела и видела его, и тоже немножко с ним поговорила. Чисто формально, конечно, я свободный человек. Но я не ощущаю себя свободным человеком. Это правда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok